Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как повысить самооценку, которая очень низко упала после разговора? Я бы сказал, что самооценка упала в результате определенных моментов в вашей жизни, то есть определенные моменты, аспекты вашей жизни, они привели к тому, что вы стали хуже о себе думать, вы стали гораздо хуже себя воспринимать, вот, мне так видится. И, соответственно, на это, на представление о себе, на изменение представления о себе повлияли люди вокруг вас, повлиял ваш муж, повлиял факт развода, который вы восприняли, как, ну вот, дискредитирующее событие. То есть для вас развод, это не что иное, как дискредитация вас самой. То есть вы чувствуете себя дискредитированы. Вот, собственно, на это и нужно обратить, в первую очередь, внимание вам, почему развод привел к тому, что вы себя, вот, соответственно, чувствуете дискредитированы. Как так вот, вышло, что вы, ну, как так вышло, что вы себя дискредитированы, вот. Как так получилось? Вот. А по какой причине так получилось? Это вот первое. А второе в том, что касается, значит, доверия. Вы говорите, что боитесь доверять мужчинам, а здесь вся тонкость в том, что мужчинам доверять не нужно, в принципе. Вам нужно доверять в себе. Если вы доверяете в себе и своим чувствам, то не идет речи о том, что будут проблемы у вас с доверием к другим людям. Сперва вы доверяете им, сначала, сами-сами себе, а потом доверяете уже мужчинам. Это работает именно так. Это не работает по-другому. В прямом смысле слова. Не работает по-другому. Поэтому, мне кажется, что здесь вам в этом направлении нужно работать. Да, вы очень много лет жили в браке с мужчиной. И его предательство, как вы воспринимаете, ну, вы воспринимаете его действие, как предательство, на вас, вероятно, сильно повлияло. Вот. Мне кажется, что задача, вот именно наша задача, сделать так, чтобы вы перестали воспринимать, поступок, поступок человека, вашего мужа, как что-то, ну, что-то негативное для себя. Наша задача сделать так, чтобы вы воспринимали поступок своего мужа, как что-то естественное. Как что-то пусть и неприятное для вас, но нормально. То есть в рамках нормы, в рамках того, как, как вот, ну, в рамках того, что должно быть, в рамках того, как. Что должно быть. Понимаете? Вот. Если вы данную ситуацию для себя увидите подобным образом, то сложностей для вас, на мой взгляд, ну, больше не будет. По крайней мере, это вот то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. А пока что вы настолько поражены теми событиями, которые произошли с вами, настолько оказались, вот, без малого, да, под впечатлением того, что произошло. Что вам кажется теперь, что вы не можете полагаться на других мужчин так же, как полагались и на своего мужа? Я вам скажу, что да, это правда. Это так. Вы не можете полагаться на своего мужа так, как полагались раньше. Вы не можете, но вы и не должны. То есть здесь один из ключевых моментов заключается в том, что вы чересчур полагались на своего мужа. Полагалось, на него вы потеряли себя, ну, или теряли себя. Вот. И это привело в итоге к тому же, что человек вас, по сути дела, ну, предал. Хотя, это всего лишь человек. И он не может нести ответственность за вас. Как бы вам этого не хотелось. А он нес ее, видимо. И нес, ну, очевидно, так, что ему было тяжело. Вот. Следующий очень важный момент заключается в том, почему вы восприняли развод на... Свой счет. Свой счет. Почему вы восприняли развод на свой счет и благодаря чему вас понижилось мастеринга? То есть такое ощущение, что вы думаете, что вы считаете, будто ваш муж развелся с вами, потому что с вами было что-то не так. Понимаете? Какая штука. Вот мне кажется, мне кажется, что отойти от этой позиции, то есть отойдя от позиции, что мужчина развелся с вами, там, по той причине, что вы какая-то не такая. И так далее. Является нашей основной задачей. Совершенно очевидно, что вы не просто так оказались в подобных отношениях. Совершенно очевидно, что вы не просто так оказались в отношениях, после которых у вас, после которых у вас занизилась самооценка. Значит, в той или иной степени для вас отношения, в которых вы оказались, были разрушительными. Тут вот идея заключается в том, чтобы помочь вам увидеть это самое, ну, разрушающее действие отношений. Увидеть, как конкретно вы себя разрушали. Чем, может быть, вы себя разрушали и почему это стало возможным для вас. Вот, на мой взгляд, именно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.